Липецкий спортивный комплекс «Атлант» Под 21-м главный тренер команды Тимур Олегберов, у которого тоже случился юбилей, но об этом позже Яник самплеет жилеру на старте второй минуты открывает счет Классная атака удалась Липчанам Посмотрите, здесь в прессинге поработал Мурашов, а затем открылся под передачу Яника Дальше ответный пас на легионера из Кодзюар и с близкого расстояния уже пустые ворота поражает Возможно, пока Алексей не обладает таким громадным опытом, как его визави И вот отыграться с 0-2 Алексею Степанову против Тимура Олегберова будет непросто Александр Коробейников мяч в дальний угол укладывает Два момента опасных создав, дважды ЛКС забивает Какой пушечный удар в дальний угол Без особых шансов для Кригера Здесь, конечно, на подъем мяч поймал Александр Коробейников Когда сопернику, который уступает в счете, терять становится уже нечего Он начинает демонстрировать свои лучшие качества Мы видим, что даже в равном формате, 4 на 4, новая генерация создает моменты И вот приходит первый гол Очередное подключение Александра Кригера Идет он по центру Симуков просит мяч Вы помните момент, когда Симуков открылся похожим образом во фланг Но в дальний угол не попал Сейчас попадает с помощью небольшого рикошета Поглядывает на дальнюю штангу 2-2 А стандартами у нас не только Лепчане сильны сегодня Суворов, посмотрите, забегание Петросяна И в касание, не сильным ударом Арсений отправляет мяч в ворота Переходит на чужую половину площадки Хорошая скидка, 3-2 Новая генерация впервые сегодня выходит вперед 3-2 Вот так за спину Гибадулину забежал Суворов И вот так здорово с полулета пробил Александр Симуков ближний 3-2 Пучина броняется У Каткина еще один удар И еще один 3-3 Вторая попытка Андреева Завершается голом в ворота новой генерации Наконец-то Смотрим повтор Кригер отбивает мяч прямо на ногу Андрееву И тот сходу Классирует мяч по паркету Попадая в ближний угол Но посмотрим Удар Нет Не попадает створ Коробейников И со счетом 3-3 Завершается основное время этого огненного матча Попадая в ближний угол Попадая в ближний угол Забивают футболисты новой генерацией. Если еще футболисты бьют сильно, практически невозможно. Что тут сделать? ЛКС ведет 3-2, но удар в запасе есть и новой генерации. Денис сегодня не с первых минут матч начал. Свою попытку реализовал, как и Лильян. 3-3. Повторяется у нас счет основного времени. Мы говорили о том, что очень внушительная, безвыигрышная серия у ЛКС, но при этом проявляет характер и играет, мне кажется, на пределе своих возможностей. Более-менее были близки к этому секту в карте. И тоже вот эта серия, получается, продлевается. Я так думаю, что Золуниенов не готов. Ух ты! Прямо рядом с плечом, решающий пенальти только-только в команде появился. Плюс один был перед этой встречей. И забил. Вот она замена вратарская. Но если бы спас, это было бы, конечно, очень красивая история. Продолжают залезать мячи. И мы помним вот ту самую, одну из рекордных сумасшедших перестал. О, да. Еще один был. Могут выиграть еще раз. Сейчас, если новая генерация, не забьет. И не по центру встал. Да-да-да, специально. Ай-яй-яй-яй. Чуть-чуть переместиться не успел. Да. Хороший ракурс. В этот угол чаще бьют. Яник. Могущий разбег в тот же угол. И абсолютно спокоен. Вот такие танцы от Родиона Зололединого. И вновь под Перекладину. Ну и футболист обеих команд молодцы. Пятерки отбивают друг другу. Хорошо. Тоже под Перекладину. Курбанов. Вот. Вот. Тоже вот. Вот. Посмотрите реакцию вратаря. Реакция какая-то. Ну, первый раз мяча касаешься. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не считается. Сейчас они за рекордом пойдут. Этого сезона. Риггера против Деджоа выигрывает этот дуэль. 10-10. Бурнички. Бразильцам забивал. Бразильцам забивал. Бразильцам забивал. Испанцам забивал. Даже не верится. Ой-яй-яй. Эх. Иванов сегодня немного совсем выходил. Буквально на одну сменку, там полторы-две минуты. В первую очередь. Да. Вот эта программа тура. Да. Слегка укороченная. Вот такое противостояние. Посмотрите. За лалидином. Ай-яй-яй. И сам. И все. Все. Два очка Сыктывкара. У них становится 47. Классный матч. Спасибо огромное обеим командам. Ну а мы на этом будем заканчивать. Большое спасибо коллегам за работу. Всего доброго. И пока-пока.